Здравствуйте! 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 Спасибо! Мы прекрасно знаем, что мы находимся в группе риска. Почему? Потому что, когда сейчас сказано, что нельзя много народа собирать, у нас в ярмарочный день собираются тысячи людей. Это и предприниматели, это и те люди, которые заготавливают все недельные паёк продукции. Поэтому, значит, мы прекрасно всё это понимаем. Мы уже две ярмарки, завтра будем вторую ярмарку проводить. И прежде чем эту ярмарку проводить, мы провели большую работу по подготовке этого рынка. То есть полностью территория была дезинфицирована. Мы заключили договор с определенным, значит, ИП санаудит, который занимается этим делом, и определили объём работы. И на сегодняшний день, вот вчера мы провели полностью обработку этого рынка. После того, как пройдёт ярмарка, мы повторно ещё раз обработаем. И перед каждой ярмаркой каждый раз будет это. Конечно, собирать народ сейчас очень опасно, но, тем не менее, значит, кормить его тоже надо. Поэтому, видимо, из-за этой точки зрения, значит, власть разрешила нам работу, значит, продовольственного базара. Поэтому предпринимаются все меры. Всем, значит, выдано предписание, где раньше мы позволяли себе какие-то, ну, допускали какие-то нарушения, мы всё сейчас ликвидировали. Всех предупредили под ответственность, значит, под роспись. Все должны быть в масках, все должны быть в перчатках продавцы особенно, так? Все должны быть, значит, в головных уборах. В этой работе, значит, нам очень помогают городские службы в лице Акимата, в лице, значит, органов санэпидемистанции, карантинной инспекции. Они уже и на той ярмарке, и на этой ярмарке будут присутствовать, контролировать весь этот процесс. Поэтому, значит, я, конечно, береженого Бог бережет, но будем проводить большую работу с тем расчетом, чтобы здесь этой заразы не появилось. Завтра вот именно с началом ярмарки на что будете больше внимания обращать? В первую очередь, при запуске на территорию рынка мы будем проверять необходимые документы. И средствами защиты не обеспечены или нет. Если средств защиты нет, мы их предупредили всех, значит, сразу будем возвращать таких людей. То есть на территорию базара не будем запускать. Это делается не для того, чтобы кого-то прессинговать, там, значит, какой-то нажим делать. Это просто делается для того, чтобы не допустить в случае заражения коронавируса. Санитарные требования. Да, санитарные требования. Если не исполнять те санитарные требования, которые на сегодняшний день озвучены, это очень опасный процесс. Поэтому мы будем настойчиво требовать это и сами, беспрекословно, будем исполнять. Каждую неделю вот эти продукты, там, выпечки продавали открыто в больших ящиках. Какие требования к ним будут? Все выпечки, все хлебные продукции, все должно быть в полиэтиленовых пакетах. Все должно быть облицовано. Вот такая установка дана. И мы завтра, когда будем пропускать людей на территорию рынка, обязательно будем смотреть это дело. Те люди, которые придут без обертки, они не пройдут просто. Вы просто-напросто не разрешите. Еще раз хочу сказать, что все это делается для того, чтобы не допустить какого-то заражения. Поэтому, значит, пусть меня извинят наши предприниматели. Если какое-то жесткое требование по этому вопросу будет, чтобы заранее не обижались. Вот пройдет коронавирус, нормальные времена настанут, тогда мы в какой-то степени еще можем что-то позволить. Сейчас мы ничего не можем. Ужесточен процесс весь этот контроль. Как будет с арендной платой? Ну, говорили, что снижение ожидается. Да и вообще требовались руководители вот таких мест снизить арендную плату. Арендная плата у нас, поскольку это частное государственное партнерство, все время, значит, согласовывается с Акиматом города. Мы от себя лично не устанавливаем. Мы вот в течение пяти лет последних ни разу не меняли свои тарифы. Вот как было пять лет тому назад, вот такой же тариф у нас на сегодняшний день. Если мы почувствуем, что людям туго справляться даже с этой минимальной арендной платой, конечно, мы будем думать для того, чтобы в какой-то степени пойти на снижение. Это тоже для содержания рынка надо. Мы там большие деньги, как говорится, не зарабатываем. Нам надо выдавать заработную плату, нам надо коммунальные платежи. Это очень кругленькая сумма в месяц выходит. Поэтому, значит, каждое снижение это может просто по предприятию удавить. Но, тем не менее, мы, взвесив все свои возможности, и на такой шаг можем пойти, если нашим будет трудно. Ну, государством, я думаю, будет оказываться большая помощь. В средствах массовой информации, значит, много уже сказано об этом. Предпринимаются меры. Сейчас вот должны, как, что, как будут люди получать эту помощь. Все это должно быть разъяснено. Единственный, значит, вопрос открытым остается у нас, это цена на товар. Цена на товар, как сам по себе коммунальный рынок не регулирует. Это частный бизнес, сюда съезжаются все частники, они торгуют свой товарами, как таковы. Цены устанавливают они сами? Да. Мы устанавливаем на соц. значимые товары, значит, мы рекомендуем, мы цены даем на соц. значимые. Если они превышают установленных норм, тогда мы можем замечания делать. Но так требовать, значит, говорить, что вот продавай по такой цене, продавай по такой цене, просто в законном порядке не имеем на это. Есть телефонный звонок, давайте ответим нашему телезрителю. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, есть такой вопрос. Вот вы сейчас говорите про коммунальный рынок. Есть такой вопрос, что не опасно ли это находиться, как бы, будет большое скопление людей обычно на рынке. Ну, какие-то перчатки, меры предосторожности, там, маски, да. И вопрос заключается в том, что не опасно ли это все, как бы, даже сейчас крупные торговые центры закрываются, что, говорят, надо полтора метра расстояния от человека до человека соблюдать, какие-то такие меры. Вот вопрос в этом состоит. Не опасно ли? Спасибо большое. Конечно, опасность такая есть, но мы же говорим, что мы всем, кто придут на коммунальный рынок, им сейчас сделано такое требование, чтобы люди все появлялись в масках, значит, в рукавицах. Если это продавцы, значит, в головных уборах, вот, имели при себе, значит, средства защиты, вот, от антисептики. Поэтому, значит, конечно, опасность она есть, но, тем не менее, значит, поскольку народ собирается, значит, мы требование такое, жесткое требование, значит, предъявили всем, будем завтра контролировать по этому поводу. А тепловизоры будут, спрашивают, может быть, как вот при въезде в Талдыкурган, вот, четыре санитарных поста же работают? Вот такого именно не будет? Руководство приняло, но такого нет у нас. Руководство приняло меры по этому поводу, четыре поста работают, и через эти посты, я думаю, что никто не должен, зараженный человек, проходить, я имею в виду. Вот из этого расчета, я знаю, пока в Талдыкургане это же, дай бог, чтобы так продолжалось до конца, но я думаю, что будем предпринимать меры. А сто процентов исключить, что мы можем прямо, значит, чудо сотворить, я тоже не могу сказать. Вот, поэтому, значит, все зависит от того, как наши продавцы и покупатели будут вести себя. Все рассказано, все сказано уже, всем объяснили, как себя вести при коронавирусе. Вот, поэтому все это строго надо соблюдать, и особой паники от этого не делать, мне кажется. Мы проходили много таких серьезных моментов. Мы Великую Отечественную войну прошли, которой уже 75 лет. Вот, мы Голодомор прошли, мы и другие инфекции проходили, там очагов поражения, значит, было... Было намного больше, но... Было намного больше, вот. Если мы будем все соблюдать, что нам говорят, я думаю, что какой-то степень мы себя защитим. Да, сможем избежать. Все зависит от нас самих. Ну, все в руках, как говорится, Аллаха. Скажите, пожалуйста, вот задают вопрос, на коммунальном рынке нет нормального туалета. Что там с санитарными у вас? Я не согласен, там, значит, и женский, отдельный, и мужской туалет. Вода есть, там все смывается, чистоту соблюдаем, не знаю. Обработка есть? Обработка есть, вот. Каждый день сейчас хлоркой обрабатывают. Все прилавки, все, значит, и в туалете, и в основном здании. Везде два раза в день сейчас хлоркой обрабатывают. Обработка идет. Еще один вопрос. Пишут, арендную плату берут даже у тех, которые сидят на проходе. Ну, на проходе, это который без места, видимо. Ну, я не знаю. Такая арендная плата есть? Такая арендная плата, конечно, у нас предусмотрена. Разовые прихожане. Вот человек разовый пришел, он разложил целую машину. А как он остальные платит, он не платит, что ли? Это же распространяется на всех, кто участвует. Мы никого не насилуем, никого, значит, не тащим сюда. Мы говорим, значит, если ты пришел, значит, ты должен заплатить аренду. Если мы у одних не будем арендную плату, других брать, это опять разговор будет потом. Поэтому мы стараемся. Конечно, там не такая аренда, как, например, мясом торгуют все остальное. Там, значит, 200 тенге, ну, максимум 500 тенге. В зависимости от объема товара. Сколько он мест, какой площадь занимает. Сейчас мы снаружи вообще не ставим нигде. Но, однако, снаружи тоже люди сидят и там дают. Только на территории. Летнее время. Летнее время не вмещается. Понимаете, когда валом продукция идет, не вмещается. И мы все время, значит, с помощью милиции гоняем их, гоняем. Говорим, что там нельзя стоять. Но иногда бывает, что они сразу, мы их гоняем, они уходят в Акимат. И в какой-то степени, значит, взаимопонимание потом находим. Почему? Потому что эти люди приехали издалека. Представляете? Со 40-50 километров приехали, свой товар неделю копили, пришли. Если он не продаст этот день, значит, семья остается без, как говорится, дохода. Поэтому это в каждом случае мы по-разному рассматриваем. Входим иногда в положение. Но не ради того, чтобы какие-то деньги заработали. Ну, а как будет с реализацией мяса? К примеру, если там продукты, к примеру, пряники, печенье, там расфасовали по килограмму. Как будет с мясом? Как один будут целование реализовать по килограмму или будет открыто, как раньше? Мясникам тоже такое требование выставлено. Чтобы они людям, которые покупают мясо, чтобы взвесили, обернули, значит, целлофановый пакет. И вот таким образом давали. Вот некоторые вещи, вот, допустим, есть маринады, соленья. В прошлый раз вместе с органами санэпицированными категорически запретили. Вот этот раз не будет этого. Салаты, малаты будут, а вот те вещи, которые, грибы маринованные, которые могут отравить, в смысле, разные маринады, соленья. Вот такие вещи мы запретили в прошлый раз. Уже предупредили, что в следующий раз с такими вещами не приходили. Ну, мясо у нас большое количество продается. Конечно, это не один в этот день, в субботу, не один рынок с нашим объемом не сравнится. У нас где-то 15-20 тонн мяса уходит за субботу. Это очень большой объем. Если там в частных базарах есть какой-то мясной павильон, они там, значит, если 10 туш, они продают в день, это хорошо. А здесь сотни туш продаются. Поэтому регулировать этот процесс очень сложно. Но, тем не менее, мы стараемся, предъявляем требования. Вся продукция, которая заходит, обязательно проходит лабораторное обследование. Это уже железный факт. И в последнее время мы взялись, значит, санитарные книжки у всех продавцов на сегодняшний день. Я должен сказать, что есть. Раньше у одного было, другого не было. Вот последний, вот как коронавирус начался, мы этот вопрос уже сточили. И сейчас мне докладывают, что на сегодняшний день все продавцы имеют. Мы запретили рыбу чистить в прошлый раз. Там обычно рыбу, где продают, там чистили. И бардак такой создавали. Мы категорически с карантинной службой этот процесс запретили. В этот раз этого не будет. Вы сказали, если хотите, давайте капитальные, построите там какой-нибудь путик, чтобы там вода была, чтобы промывалось, чтобы все чисто. И, как говорится, помещением все это делалось. Вот они там собираются, не знаю, сейчас согласовывают. Если они будут строить это дело, конечно, мы должны разрешить. Вот эпидемиологи говорили, что вся продукция должна быть, вот именно продукты должны быть в пакетиках. Я вот не могу никак представить, большой объем, вы говорите, тоннами продаете, как они будут за всеми этими контролировать. Хотя требования эпидемиологов тоже правильные. Нет, вся местная продукция, они, во-первых, откуда исходят, оттуда свои документы вверх. Вот. Ветеринарная инспекция, она выдает документы. Сначала они там проверят? Да. А здесь уже дополнительно проверяют лабораторию. Дополнительно проверяют, если ничего нету, там, значит, разрешают. А если что-то подозрительное или какое-то мясо... И после этого только расфасовывают? Да. После этого только рубят, после этого рубят, потом расфасовывают. Вот. Когда продают покупателю, они должны обязательно целлофанных пакетик отдавать. Вот это требование завтра обязательно будет? Обязательно будет. Будете контролировать? Естественно. Скажите, пожалуйста, вот именно одна из точек по реализации продуктов из стабилизационного фонда находится у вас. Как там идет работа? Нам уже говорили, что там намного дешевле мука. Продолжается это? В целом, стабилизационный фонд, конечно, это не наша прерогатива, как говорится. Это отдельное предприятие под руководством СПК ЖТСУ. Ну, в последнее время, я должен сказать, предпринимают какие-то меры. Раньше, вот, я, например, недоволен был у них не работой. Почему? Потому что они деньги имеют, а заготовку не ведут. Представляете, когда, значит, зима идет, у них обычно не остается товара. А вот в этом году, по-моему, они неплохо подготовились. Вот. И в последнее время, да. Вот. Это вот сейчас жесткое требование предъявляется со стороны руководства в области, значит, во главе САМАТа Хапасовского. Поэтому, значит, сейчас они проводят большие работы. И мы где-то попросили, у нас две-три точки открыть у нас. Вот. В такие дни приходят с машины, прямо продают по 90 тенге муку. Вот. Вообще, значит, это 90 тенге муки нету на сегодняшний день. Она стоит 120 тенг. Это областной бюджет взял на себя. То есть я разницу взял на себя, чтобы, значит, пекари, хлебопекарни, значит, обходились. И к тому же, чтобы население легче было. Это большая работа, надо сказать. Поэтому, вот, завтра, значит, городской Акимат планирует у нас, значит, одну большую машину фору с картофелем, одну большую машину с луком. Вот. С тем расчетом, чтобы вот те слои, которые не могут, они по сниженным ценам вроде бы продаваться. Малообеспеченным. Нам известили, мы сейчас готовим для них место, чтобы завтра они могли, значит, побольше, как говорится, обеспечить людей более дешевой продукцией, чем, например, на сегодняшний день у нас. Вот. У нас, значит, цена, вообще, я должен сказать, стабильная. Особенно на мясо. Я вот удивляюсь, я в Алматы поехал. Вот. Заходим, значит, Канина. Ну, и город там большой, финансовый центр, город Алматы. Да, 4 тысячи. Не сравнить, Талдакорганск. Хаза 6 тысячи. Вот такие цены я видел. Ну, там цены другие. Супермаркет тогда. Помимо того, что вы... А у нас цена, она не превышает, допустим, Баранин 1900. Как было, так и есть. Вот. В этом году вообще изменений не было особо. Вот. Вот. 900-2000 говядина. Вот. Естественно, 2000-2300. Это с учетом Хаза. Значит, это Канина. Поэтому я бы не сказал, что там... Вообще, это доказательство тому, что цена там все равно в какой-то степени. Там есть конкуренция. Вот мы всегда с ценами боремся. А сами, по сути, не знаем, что влияет на цены. Понимаете? На цены влияет спрос. На цены влияет обилие производства продукции. На цены влияет конкуренция. Вот. Это основные рычаги, которые удерживают цену. Если этого не будет, он никогда не будет, эта цена. Она все время будет расти. И потом, значит, товаропроизводителям нужно делать необходимую помощь в этом вопросе. Понимаете? Они тоже какую-то выгоду должны иметь от этой продажи. Вот, допустим, я не знаю. Я, наверняка, должен сказать, почему. Потому что вот на сегодняшний день солярка стоит 195 тенге. Полевая работа начинается. Правильно? Вот. А баррель нефти упал почти до 25. Он два раза упал. Баррель нефти. Вот. В течение месяца многие экономисты, многие, значит, патриоты наши высказывают такую мысль. Снижать надо на 40%. Но снижений нет. А никто не слышит. Мы же говорим, мы слышащие государства, да? Никто этого не слышит. Но надо же снижать немного. К сожалению. Если не 40, то хоть на 20. До конца программы почти наше время истекло, к сожалению. Но ваши пожелания телезрителям, которые, вот Талдыкурганцам, которые завтра придут вот к вам на коммунальный рынок. Какие пожелания? Телезрителям, я что скажу. Вообще, горожанам. Мы, я допустим, возглавляю одновременно городской совет ветеранов. Мы свое обращение написали горожанам, значит, предпринимателям, всем руководителям крупных организаций. В период этого коронавируса, что нужно делать, как нужно себя вести, что делать. Сейчас же все разжевано. Только вот беспрекословно надо исполнять эти вещи. Больше ничего не надо. Поэтому, значит, я просил горожан более спокойно к этому вопросу относиться. Я же говорю, мы пережили не такие еще передряги. Я думаю, мы этот тяжелый период пройдем. Если мы будем сплочены, если мы будем вместе. Вот такой период надо друг друга подбадривать. Надо веселить друг друга. Вот же китайские врачи хорошо танцуют перед больными. Видите? Чтобы их немножко прибодрить. Поэтому друг к другу относиться вежливо. Не ругаться. В конце концов. Беречь друг друга. Если, значит, какая-то... Вот мы завтра будем оказывать кое-какую помощь тем, нуждающимся. Почему? Потому что ко мне много людей обращается. Там уже 7 человек у меня сидит сейчас. Вот завтра мы будем им помогать продуктами питания. Поэтому, значит, если мы будем вместе, будем делать все, что нам говорят в этот период. Ну, врачи и все остальные. Спасибо вам большое. Время завершилось. Вам тоже большое спасибо за предоставление. Просто мне самому хотелось успокоить наших людей. Вот на этой позитивной ноте давайте завершим сегодняшнюю нашу программу. Спасибо нашим телезрителям, что звонят, пишут и задают свои вопросы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»